И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тмы, и назвал Бог свет днем, а тму — ночью. И был вечер, и было утро, день один. Пойдем в Ифлеем, и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. И поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях. И вышла дочь фараонова на реку Мыца, а прислужницы ее ходили по берегу реки. Она увидела корзинку среди тростника и послала рабыню свою взять ее. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился. И, побежав, пал ему на шею и целовал его. И завеса в храме разодралась посредине. Иисус, возгласив громким голосом, сказал, «Отче, в руки Твои предаю Дух Мой». Иисия, сказав, испустил Дух. Мы часто думаем о Библии как о сборнике рассказов. Ной и Ковчег, Давид и Голиаф, царица Эсфир, Петр и Павел, и, конечно, Иисус. Но при этом мы можем упустить, что эти истории в Библии являются главами в более глубокой и более красивой истории, которая происходит с нами до сих пор. Присоединяйтесь к нам на пути через великую историю Библии. Лес за деревьями. Песок под ногами. Полящее солнце сверху. Километры за и километры перед тобой, устремляясь к обетованной земле. Слова, которые были сказаны давным-давно, звучат в душе. Это правда? Это реальность? Или мы идем напрасно? Мимо пыльных дюн и скал, мы продолжаем двигаться дальше и дальше. Помни его. Вспоминай его слова. Вникай во все, что он сделал. Цепляйся за обещания. Удерживай то, что верно. Он — Господ. Он — здесь. Мы не одни. Песок под ногами. Полящее солнце сверху. Километры за и километры перед тобой, доверяя обещанию. Недоверие Адама и Евы Богу и разрушенные отношения с Ним впускают опустошение греха в только что сотворенный мир. Вскоре Бог не может найти почти ничего хорошего в человечестве. Опечаленный до глубины души. Бог знает, что есть только один выход, чтобы спасти человечество. Это значит, начинать заново с верным Ноем. Когда прошло много лет, Бог призывает потомка Ноя, по имени Авраам, оставить свой дом и идти в далекую страну. Он обещает сделать семью Авраама блаженным народом, который будет благословением для всего мира. Несмотря на факт, что он и его жена слишком старые, чтобы иметь детей, Авраам доверяет Божьему обетованию. Когда они прибывают в Ханан, Бог заключает завет с Авраамом и называет его Авраам. Он возобновляет свое обещание дать Аврааму и Сары ребенка. И через некоторое время пожилая пара благословляется сыном Исааком. Исаак становится отцом мальчиков-близнецов, Исава и Якова. Яков намного умнее своего брата, и не только один раз, а два раза он перехитрит Исава. Опасаясь его мести, Яков бежит в пустыню, где встречается с Богом во сне. Проснувшись, он обещает Богу служить ему всю оставшуюся жизнь. Несколько лет спустя, Бог называет его Израиль. Яков становится отцом двенадцати сыновей. Иосиф, любимый среди них, продается собственными братьями в рабство. Иосифа собирают в Египет, а затем несправедливо бросают в тюрьму. Оттуда Бог помогает Иосифу подняться с обездоленного заключенного до правой руки фараона. Когда его братья приходят к нему за помощью, Иосиф проявляет невероятное прощение и приглашает всю их семью жить в Египте. Однако, несколько поколений спустя приходит к власти новый фараон и видит в расцветающем израильском населении угрозу. Он порабощает их, заставляя тяжело работать много часов под солнцем пустыни. В своем страдании, израильтяны взывают к Богу своих предков. Бог слышит их вопль и призывает пастуха-беженца по имени Моисей, чтобы спасти их. Моисей идет к фараону с приказом Господа отпустить израильтян, но фараон отказывается. Только тогда, когда его собственный сын умирает в результате упрямства фараона, он наконец-то отпускает израильтян. Радуясь, израильтяне уходят, чтобы возвратиться в ту землю, которую Бог пообещал их предкам. Путешествие нелегкое. Жалобы скоро поднимаются от народа. Они даже выражают желание возвратиться в рабство. Несмотря на их недоверие, Бог продолжает вести и обеспечивать их. Он заявляет, что хочет с ними заключить завет, как он сделал это с их предком Авраамом. Люди немедленно и с энтузиазмом отвечают «Да!». Но они быстро забывают свое обещание и почти сразу же возвращаются к идолопоклонству, которое они видели в Египте. Моисей упрекает народ, объясняя им, что они непослушные Богу и сделали из себя посмерщище. Достигнув края обетованной земли, Моисей отправляет группу шпионов, которые узнают, что хотя Ханан богатый и процветающий, население страшное. Из 12 шпионов только Халев и Иисус Навин по-прежнему не боятся всего того, что они видели. Остальные сеют страх среди людей настолько, что израильтяне отказываются войти в обетованную землю. Они доказывают, что еще не полностью готовы следовать за Богом. И Он объявляет, что им теперь придется скитаться по пустыне в течение 40 лет. Божьи люди переносят трудности и атаки в течение следующих десятилетий. В то же самое время Бог остается с ними. В конце этих 40 лет Моисею приходится ставить Иисуса Навина новым правителем народа. Потом Моисей поднимется на гору, чтобы умереть, издали смотря на землю обетованную. Это новое поколение израильтян практически не помнит Эгипет. Они те, которые видели, как Бог творил чудеса, и они научились доверять Его обеспечению и защите каждый день. С Иисусом Навином, как новым руководителем, они наконец-то готовы, чтобы сделать эту новую землю своим домом. Хорошо. Доброе утро всем. Как вы все? Приятно опять быть с вами. Я был здесь в июле и хорошо провел время. Всегда хорошо, когда тебя снова приглашают. Это значит, что ты не пришел и всем все испортил, раз они тебя приглашают второй раз. Хорошо быть здесь. Меня подставили с этой проповедью, я так думаю. Потому что для тех из вас, которые не очень хорошо знают Библию, Грег сказал, можешь ли ты прийти и за 30 минут охватить 800 лет истории? Он мне объяснил, что эта серия длится шесть недель, и мы будем охватывать всю Библию за шесть недель. А когда я понял, о какой части он меня попросил проповедовать, тогда... Это похоже на такого друга, который тебя спрашивает, не можешь прийти ко мне и помочь мне покрасить мой дом? Ты отвечаешь, конечно, с удовольствием. А когда ты туда приходишь, он тебе показывает, где кисти краской уходят. Значит, он имел в виду, можешь ли ты прийти и покрасить мой дом? Итак, я здесь сегодня, чтобы охватить этот огромный кусок истории. Я хочу постараться не увязнуть здесь, потому что этот кусок истории... Я просмотрел до того, как приехал. Это 231 страница из Библии. Это огромный кусок истории. Нет возможности охватить его за такое короткое время. То, что я хочу сделать, это сосредоточиться на нескольких важных вещах, связанных с Авраамом и Моисеем. Потом я хочу помочь вам увидеть, как это связано с большой историей об Иисусе и о нас. Итак, вот что я хочу сделать. Сначала я хочу вернуться к прошлой неделе, когда вы видели ту часть истории, которая является началом всего. Мы видели историю сотворения и падения. Потом я хочу, чтобы вы поняли, как все это связано с тем, куда мы идем на этой неделе. На прошлой неделе вы видели, что Бог сотворил мир, и что мир был совершенным и хорошим. Он сотворил двоих людей, Адама и Еву, которые должны были управлять этим миром, слушая голос Божий. Они должны были управлять под Его руководством. В каком-то смысле, Адам и Ева должны были управлять по образу Бога тем, что они слушают Его голос. И пока они это делают, мир будет выглотить именно так, как Бог этого хочет. Проблема в том, что Адам и Ева избрали бунт против Бога. Это называется грех. Грех — это бунт против Бога. Итак, Адам и Ева избрали бунт. Этот бунт связан с тем, что они остановили Божий процесс, где они управляли, слушая Бога. Вместо этого они избрали слушать голос змея. Слушая голос змея, все творение и все человечество свалилось в большой хаос, в нисходящую спираль. И теперь мы можем сказать, что каждый правитель в мире тем или иным образом слушает голос змея вместо голоса Божьего. Для тебя и меня существуют тысячи возможностей, которые я мог бы осуществить сегодня, и которые являлись бы непослушанием Богу. А для Адама и Евы была только одна возможность — есть от этого дерева. А когда они ели, это одно действие непослушания означало, что они прекратили слушать голос Божий и начали слушать голос змея. Для нас просто невозможно сказать, что каждый правитель в мире может только одним образом быть непослушным Богу. Есть тысячи возможностей, как правители, и мы сами можем быть непослушными Богу каждый день. Итак, каждый правитель в этом мире одним или другим образом правит по образу змея, а не по образу Бога. Поэтому у нас остается такой вопрос. Что Бог будет делать относительно этой проблемы? Потому что когда согрешили Адам и Ева, это ввело зло в мир. И когда они вводили зло в мир, вместе со злом пришли силы греха, сатана и смерть, чтобы править над нами и порабощать нас. Вопрос таков, как Бог решает проблему зла в мире? Как Он будет побеждать эти силы зла? Как Он будет побеждать грех, сатану и смерть, чтобы освободить своих людей и освободить все творение? Ответ на это приходит в 12 главе Бытия, когда Бог призывает человека по имени Авраам, чтобы он стал тем, которого Он употребит, чтобы благословить весь мир. Призвание Авраама, которое позже названо Авраамом, это Божий ответ на проблему зла. Мы начинаем с 12 главы, с 1 стиха, такими словами. «И сказал Господь Аврааму, «Поиди из земли Твоей, от родства Твоего и из дома Отца Твоего, в землю, которую Я укажу Тебе. Я произведу от Тебя великий народ, и благословлю Тебя, и возвеличу имя Твое, и будешь в благословении. Я благословлю благословляющих Тебя, и злословляющих Тебя прокляну, и благословятся в Тебе все племена земные». И пошел Авраам, как сказал ему Господь». Я хочу, чтобы вы заметили несколько вещей в призвании Авраама, потому что сегодня увидите тему, которая находится в первом слове, в слове «поиди». «Поиди». Бог является и самое первое, что Он говорит Аврааму. Это следующее. «Поиди». Надо понимать, что в данный момент Авраам не является человеком, которого мы считали бы... Не существует Израиль в этот момент. Нет заветных отношений, которые Бог имеет с Израилем, или со своим народом, или какими-нибудь людьми в это время. Мы увидим в начале, что это самое первое слово, высказанное будущему народу Израиля. И это слово «поиди». Он является и не говорит «Привет, Авраам». «Меня зовут Яхве». «Ты этого не знаешь, но я Творец». Он себя не представляет, ничего такого не говорит. Он просто является и говорит «Поиди». «Поиди» — это слово связано с действием послушания, которое должно осуществиться. Он сначала представляет ему такую, будто бы негативную картину, говоря... «Поиди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе». Обратите внимание, что он не начинает с позитива «Поиди в землю, которую я укажу тебе». А он начинает с негативного аспекта этого призвания «Поиди из всего, что ты знаешь». Так же нельзя поступать, если хочешь, чтобы люди что-то сделали. Надо уговаривать людей что-то сделать тем, что сначала говоришь обо всем позитивном, а о негативном расскажешь потом. Знаете, иногда, получая письма или звонки, когда говорят... «Знаете что? Мы собираемся взять вас с вашей женой в семидневный круиз». Я говорю «Прекрасно, супер». Они говорят «Это бесплатно». «О, это действительно хорошо». Они говорят «Единственное, что надо сделать, это появиться, и мы возьмем вас в семидневный круиз». И если вы решите пойти туда, тогда вы попадете на корабль, смотрите вокруг, все чудесно и прекрасно. Они говорят «Завтра утром, когда вы проснетесь, корабль будет пришвартован в Канкуне, будет кристально чистая голубая вода, будет красиво». Ты говоришь «Прекрасно». Потом вы приплывете к кристально чистой голубой воде в Канкуне, ты думаешь про себя. «Мы будем наслаждаться подводным плаванием, пойдем на пляж, будет прекрасно». А тут они говорят «Чтобы выйти в круиз, вы должны прийти и послушать семинар о таймшере, который у нас сегодня проходит». А ты говоришь «А как же насчет кристально чистой голубой воды? Я хочу этим наслаждаться». Они говорят «Нет-нет, вы должны прийти и послушать о таймшере». А если не придете слушать презентацию о таймшере, тогда вам придется полностью оплатить стоимость билета. И тут ты говоришь «Это было уловка». Я не хотел связываться с этим. Почему вы мне этого не сказали с самого начала? Если бы вы мне позвонили и с самого начала сказали «Мы хотели бы, чтобы вы пришли на корабль, сидели в комнате и слушали презентацию», тогда я бы ответил, что я такого делать не буду. Но когда появляется Бог, Он говорит Аврааму «Я хочу, чтобы ты пошел». И я не буду говорить тебе «Куда мы пойдем?» Я тебе только скажу, что мы пойдем, и тебе придется действовать по вере и в послушании, чтобы пойти со мной. То, что мы здесь видим, это очень важный принцип для всего в нашей жизни. Вера всегда прерывает и всегда сбивает с толку. Когда ты доверяешь Богу в теперешнем моменте твоей жизни о будущем, тогда это всегда прерывает и сбивает с толку. Что, если Бог скажет «Я хочу, чтобы ты пошел, и я хочу, чтобы ты ушел от твоей семьи, твоих друзей и из того места, где ты живешь, и я хочу, чтобы ты пошел в ту землю, которую я тебе покажу». И ты потом отвечаешь «А вдруг мне не понравится эта земля?» Что, если я хочу узнать авансом, куда мы пойдем? А Бог говорит «Ты не узнаешь авансом, ты не узнаешь, куда мы пойдем. Ты не узнаешь, когда мы туда придем. Все, что ты узнаешь, это то, что я хочу, чтобы ты пошел». Это прерывает и сбивает с толку. И нужен огромный шаг веры, сильное желание доверять Богу, чтобы быть готовым пойти, когда Бог призывает. Если все, что Он тебе скажет, это «Я тебя приведу в определенную землю», тогда у тебя не так много того, на что можно положиться. Единственное, что ты знаешь, это следующее – «Бог будет со мною». Это единственное обетование. И это причина, почему ты действуешь по вере, несмотря на то, что ты не уверен в результате и в итоге. Потому что итоги или результаты не настолько важны, как та личность, которая с тобою на пути. И личность, которая с тобою на пути – это Бог. Итак, Бог говорит Аврааму, «Я хочу, чтобы ты пошел, и вот, что я тебе расскажу, вот в чем мое обетование. И благословлю тебя, и будешь ты в благословении». Я благословлю тебя, и в результате моего благословения ты будешь благословением. И тут мы начинаем видеть, как Бог собирается ответить на проблему зла в мире. Бог избирает Авраама и произведет народ от Авраама, и это будет народ Израиль. И через Израиль мир будет благословен, мир будет спасен, и со злом разберутся. Но это все придет через Авраама и его послушание. Итак, Авраам должен послушаться Бога. Мир ожидает реакцию на зло, и ответ придет через поступок веры, который прерывает жизнь этого человека. Но почему вера не должна прерывать и сбивать с толку? Вот видите, ответ на зло – это ответ, который прерывает и сбивает с толку. Но зло тоже прерывает и сбивает с толку. Смотрите, зло прервало весь мир. Зло сбивало с толку весь мир. Причина, почему некоторые из нас ложатся, спат и плохо спят, переживая о других людях, это потому что зло прервало их жизни и наши жизни. И нужен акт веры, который прерывает и сбивает с толку, чтобы распутать прерывающее и разрушающее зло в этом мире. Итак, Авраам получает призыв. И через Авраама, через призыв Авраама, мир будет благословен. Сейчас у Бога есть народ. И тут мы делаем ускоренную перемотку вперед, далеко в будущее, и придем к человеку по имени Моисей. И мы посмотрим на третью главу книги «Исход». Тут происходит следующее. Моисей приходит, потому что Божий народ, который он призвал, начиная с Авраама, его сына Исаака, у Исаака есть сын Яков, Яков получает имя Израиль. У Израиля есть 12 сыновей, и эти 12 сыновей станут 12 племенами Израиля. Потом Израиль, как нация, попадает в рабство в Египте. И там, в рабстве, они взывают об Избавителе. Если Израиль должен быть этим народом, через который Бог спасет мир, что тогда нужно делать, если сам Израиль находится в беде? Что надо делать, если сам Израиль нужно спасти от злого гнета этого правителя по имени Фараон? И снова Бог кого-то призывает. И снова Он дает призвание и ты. На этот раз это призвание Моисея. Мы читаем слова. Моисей пас от Тару своего тестя Йофора, мадьянского жреца. Он повел ее далеко в пустыню и пришел к Хариву, Божьей горе. Там Ангел Господень явился ему в пламени и среди куста. Моисей увидел, что объятий огнем куст не сгорал, и подумал, «Пойду и посмотрю на это великое чудо, почему куст не сгорает». Когда Господь увидел, что Моисей подошел посмотреть, Он позвал его из куста. «Моисей! Моисей!» Моисей ответил, «Вот я». «Не подходи ближе», — сказал Бог. «Сними сандалии, потому что место, на котором ты стоишь, святая земля». Он сказал, «Я — Бог твоего Отца, Бог Авраама, Бог Исаака, и Бог Якова». Услышав это, Моисей закрыл лицо, потому что боялся смотреть на Бога. Господь сказал, «Я увидел угнетение Моего народа в Египте, и услышал, как стонут они под властью надсмотрщиков, и узнал об их муках». «Я сошел, чтобы освободить их от иго эгиптян и вывести их из этой земли в добрую, просторную землю, где течет молоко и мед в край Хананеев, Хетов, Амареев, Фересеев, Хивеев и Евусеев». «И вот вопль израильтян дошел до меня. Я увидел, как угнетают их эгиптяне. А теперь иди, я посылаю тебя к фараону, чтобы ты вывел мой народ израильтян из Египта». Но Моисей сказал Богу, «Кто я такой, чтобы пойти к фараону и вывести израильтян из Египта?» Бог ответил, «Я буду с тобой. Вот тебе знак, что я послал тебя». Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе. Обратите внимание, что когда Бог пришел к Моисею, вновь Он приходит к человеку, который занят сам собой. Этот человек занят козами и овцами своего тестя, и он просто занимается собственными делами. И тут вдруг куст, который горит, голос, который говорит, и потом он идет босиком, лежит и думает, что здесь происходит. И Бог говорит Моисею, слушайте, очень внимательно, он говорит, «Я услышал, как стонут они», и дальше, «Я сошел, чтобы освободить их». Фух, рад, что ты будешь это делать, Боже. Итак, поиди и выводи их. Что? Подожди, ты только что сказал, что ты... Я еще раз читаю, чтобы быть уверенным. Я иду избавить их. Это хорошо. Итак, горящий куст, пошли. Нет. Я сошел, чтобы освободить их, а теперь иди, я посылаю тебя. Меня? Зачем ты меня посылаешь? Я не хочу этого делать. Это ужасно. Ты вообще понимаешь, чего ты от меня ожидаешь? Ты просишь меня идти к самому могущественному правителю в мире и сказать ему, Бог говорит, отпусти мой народ. А эти люди являются теми рабами, которые строят его империю. Это плохая идея, Боже. Мне нравится первый вариант. Тот вариант, в котором ты сказал, я сошел, чтобы освободить народ. Это хороший вариант. А другой вариант бесполезный. Смотри, я хочу продолжать быть с овцами и козами, и я хочу бегать за ними и находить кусты, которые не горят и не разговаривают со мной. Ты хочешь, чтобы я пошел на столкновение с мировым правителем? Мне это не подходит. А я хочу, чтобы ты пошел. Пойти? Боже, это ужасно. Ладно, давай подумаем об этом, Боже, логично. Давай поговорим. Понятно, что так не написано в тексте, но я уверен, что это случилось, потому что я бы это сказал. Ясно, что это то, что я думаю, что они говорили. Бог там стоит, этот куст горит, и я бы что-то подобное на вот это заявил, потому что помните, что Моисей сказал? Кто я такой, чтобы пойти? Вот моя интерпретация этого. Боже, ты хочешь, чтобы я пошел к мировому правителю и сказал ему, что делать? У меня есть идея. Почему не найти человека, очень способного в дипломатии? Этот человек должен быть тот, который пойдет. Я тебе не подхожу. Я тут бегаю со овцами. Я не имею квалификации министра иностранных дел. Боже, тебе надо найти человека, который является специалистом в дипломатии. А может и больше. Наверное, тебе надо найти военного командира, потому что когда идешь отдавать приказы мировым правителям, им это не понравится. Они будут не очень довольны тому, что я приду и скажу им, что делать с их страной. Поэтому тебе надо найти того, который готов к бою. Боже, кем ты меня считаешь, что я должен идти? И Моисей задает вопрос, кто я такой? Смотрите, что Бог отвечает. Его ответ простой. Я буду с тобой. В этом ответ. ответ на вопрос, кто я такой? Следующий. Ты тот, с которым я буду. Ты тот, с которым я буду. Вот ответ. Ответ на то, почему тебе и ты, когда это прерывает и сбивает с толку, это потому, что Бог обещает быть с тобой. Когда ты пойдешь. И поэтому неважно, насколько это прерывает, неважно, насколько это сбивает с толку, ты пойдешь, потому что Бог с тобой. Вот видите, именно в этом чаще всего лежит проблема нашей веры. Чаще всего мы готовы иметь веру, которая абсолютно убеждена, что мы исполним волю Божью то, что Бог хочет, чтобы мы исполнили. и мы очень готовы иметь такую веру. И мы очень готовы практиковать послушание и доверие до тех пор, пока это разумно. Но когда это неразумно, тогда мы уверены, что Бог не есть частью такого дела, потому что Бог никогда не спросил бы чего-то неразумного у нас, не так ли? Вот видите, большинство из нас имеют такое представление, что мы будем следоваться Иисусом, пока мы можем логично понимать в нашем разуме то, что Он от нас ожидает. Пока это имеет смысл, пока это разумно. Но когда это неразумно, тогда это точно не может быть то, что Бог хочет для нас. И тогда происходит такое. Мы замечаем, что Бог нам говорит о чем-то. Потом мы обращаемся к своим друзьям, говоря, знаешь, я о чем-то думал, и мне кажется, что Бог это ко мне говорит. А наши друзья говорят, это нелепо. Бог никогда не говорил бы что-то подобное. Это звучит совсем не похоже на Бога. А на самом Что? 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 Это ужасно, Боже. Тебе надо придумать что-то получше. Как насчет... У меня хорошая идея. Разве у тебя нет каких-то ангелов или чего-то подобного, кто может прийти? Как насчет великого? Этот парень Гавриил с мечом. Не может он прийти? Раз мы об этом говорим, где Михаил? Он же тоже важный ангел. Приведи этого парня. Я хочу этих огромных. И я особо хочу этих парней, которых я видел подобных ниндзя ангелам в сериале о Библии на канале История. Вот это ребята! Поведи их со мною! Вот что такое разумная вера. А Бог говорит нет. Ты пойдешь. И знаешь, кто пойдет с тобой? Я. И поэтому будет разумно. Потому что это вера за пределами разума. Вот видите, Бог посылает человека от своего дома и от своей семьи, чтобы создать народ. Потом, когда приходит пора освобождать этот народ, Он посылает еще одного человека, чтобы освободить людей от правления злого правителя фараона. Помните, что я сказал в начале? Каждый правитель в мире слушает голос змея. И поэтому стоит сила за мировыми правителями. И вопрос сейчас, кто освободит нас от этой силы? И так, когда придет время окончательного освобождения, не время исхода из Египта, а исхода от греха, сатаны и смерти, тогда тот Бог, который говорит «иди», станет тем Богом, который идет. И это воплощение Иисуса. Когда ангел появится и скажет Иосифу, не бойся брать Марию в жены, потому что ребенок, которого она ждет, зовется Иисус, и Он спасет Свой народ от их грехов, и вы будете называть Его Эммануиль, Бог с нами. Итак, когда придет Иисус, Он приходит и... Угадайте, что Иисус делает? Иисус делает точно то, что Бог ожидал от каждого человека, которого Он когда-либо призвал. Иисус действует в послушании Богу даже тогда, когда это неразумно, даже когда это прерывает и даже когда это сбивает с толку. Бог призывает Иисуса, и Иисус идет на крест. Я хочу, чтобы вы заметили, что за всю человеческую историю крест является величайшим актом веры, прерывающей и сбивающей с толку. Потому что когда вы в саду и вы молитесь, говоря, «Господи, если есть другой выход, но не моя воля, а Твоя воля», это же не звучит как что-то осмысленное, не звучит как разумная вера, не так ли? Когда мы говорим такое, как «Ты думаешь, разумно послушать Бога?» «О, конечно». «Ты думаешь, разумно, чтобы я отдал свою жизнь ради других людей?» это не звучит настолько разумно». «У тебя же есть еще другие вещи, о которых надо думать, думая о себе». А Иисус идет на крест, и единственное, что Он знает, идя на крест, «Я доверю Себя в руки Отца, и если я доверяю Себя в руки Отца, независимо от того, что случится, тогда я доверяю, что Он воскресит меня и исправит все». Вот, где вера проверяется. Бывают ли моменты в нашей жизни, когда мы готовы сказать, «Знаешь что? Независимо от того, что происходит, я могу смотреть на Иисуса и видеть абсолютный пример веры, и могу сказать, это прервало, это сбивает с толку и прерывает, когда умираешь. Но даже если меня прерывает и сбивает с толку, я могу практиковать веру, я могу слушаться Бога, потому что независимо от того, что происходит, у меня есть обетование, что Бог, который был верным Аврааму, который был верным Моисею и который был верным Иисусу даже до смерти, чтобы воскресить Его, будет верным и мне. И если я отдаю свою жизнь Господу, тогда Он будет верным. И даже если я умру от рук мировых сил, Бог меня воскресит из мертвых, потому что Христос лидер Великого Исхода, и грех побежден, и сатана побежден, и смерть больше не имеет силы надо мной, потому что Христос имеет силу над смертью, и к этому Бог нас призывает. И наконец-то мы придем к тому тексту, где Иисус был распят и воскрес из мертвых. Угадайте, что Иисус потом говорит Своим ученикам? Идите. Идите. Матфея 28 глава. Слушайте, это великое поручение. Иисус сказал ученикам, поедите, поедите, дана мне вся власть на небе и на земле, поэтому поедите. Пойдите и сделайте что? Оставить мою семью? Пойти? Спасти их? Пойдите ко всем народам и сделайте их моими учениками. Крестите их во имя Отца, Сына и Святого Духа и учите их исполнять все, что я вам повелел. А я буду с вами все время до скончания века. Вот видите, ответ на нашу жизнь всегда находится в Иисусе. Он всегда находится в Иисусе. Бог говорит Аврааму, «Пойди от того места, которое ты знаешь, прерви свою жизнь, пусть твоя жизнь собьется с толку. Не переживай, я буду с тобой. Моисей, пойди к мировому правителю и скажи ему «Отпусти мой народ». Кто я, чтобы такое сделать? Я с тобой. Иисус говорит нам «Пойдите, сделайте учениками все народы». Кто я, чтобы такое сделать? Я буду с вами всегда. И это Божий призыв для каждого из нас. Будем ли мы практиковать такого вида веру, которая говорит, «Даже если это прерывает мою жизнь, даже если моя жизнь сбивается с толку, даже если это иногда неразумно, я буду убежден, что если последую за Богом с верностью и в послушании, Он тогда будет со мною, и моя сущность будет такова, я тот, с которым Христос». Это то, что важно. Вот видите, проблема для большинства из нас такая. Большинство из нас думают вот так и говорят сами себе, «Я все выясню, и когда я все выясню, тогда я буду слушаться». А так это не делается. Наоборот, я послушный, и когда я послушный, я выясню все. Но это нам не очень подходит, не так ли? Вот смотрите, это не похоже на совет, который вам дает ваш планировщик пенсии. Ничего подобного. Но давайте я обращу внимание на это на минутку. Знаете, в чем проблема? Проблема в том, что большинство из нас убеждены, что Иисус достаточно надежный, чтобы Ему доверить нашу вечную жизнь. Но большинство из нас не убеждены, что Иисус достаточно надежный, чтобы Ему доверить нашу жизнь прямо сейчас. Смотрите, верите ли вы, что Иисус самый мудрый человек, который когда-либо жил, и что Он лучше всех знает, как жить? Если да, вот что это значит. Это значит, что вам придется начать понимать, что Иисус достаточно умный, мудрый и достаточно надежный, чтобы Ему повиноваться и следовать за Ним в каждой сфере вашей жизни, не только в тех сферах, в которых вы считаете Его квалифицированным, чтобы вам дать совет. С этим нам надо справиться и бороться с нашей верой, с нашим послушанием. Достаточно ли Иисус надежный и мудрый во всех сферах жизни? Большинство из нас быстро говорит «Да, мы признаем это, но мы так не живем, правда же? Мы так не живем, потому что вот как мы думаем. Мы это не говорим, но мы так думаем. Ну, у Иисуса не было Google, и знаете, были вещи, которые Он не мог быстро найти, и Иисус ничего не знал о бирже Наздак, а это же важная вещь, и Иисус ничего не знал о моем начальнике, Иисус не знал вот об этом, есть много, о чем Иисус ничего не знал. И поэтому всегда, когда Иисус говорит что-то, что звучит противоположно тому, что разумно, тогда мы делаем следующее. Мы говорим, я следую за Иисусом, я следую за Иисусом, пошли, пошли, о, Иисус, мы тут обойдем вот так. Да-да, не будем шагать по твоим стопам здесь. Я же ходил по твоим стопам, это то, что делает ученик, но там, на том шаге была кровь, и я не хотел, чтобы кровь была на мне. А сейчас я иду дальше по твоим стопам. Аааа, этот шаг здесь, это нехороший шаг. Что это за шаг? Это что, страдания? Нет, отхожу от этого. Я тут обойду. Дааа. Иисус, знаешь что? Тут конец дороги. Я здесь остановлюсь. Послушание дальше выглядит плохо. Даже дороги не видно. Я не знаю, куда идти. Если я пойду дальше, я могу погибнуть. Я дальше не пойду, Иисус. Но классно. Это здесь хорошее, удобное место для тебя и меня, Иисус. Давай останемся здесь. Останемся здесь все оставшееся совместное время. Это хорошее место. Это место здесь. Это место изучения Библии, место, чтобы проводить время с моими церковными друзьями. То, что идет дальше, не выглядит хорошо. Это не хорошее место. Иисус, это ужасное место. Иисус, там есть крест. А разве Иисус не сказал, кто желает быть моим последователем, пусть возьмет свой крест и следует со мной ежедневно? Вот видите, проблема в том, что мы все хотим следоваться Иисусом, пока не придем ко кресту. Мы все хотим следоваться Иисусом, пока это разумно. Мы все хотим следоваться Иисусом, пока не придем туда, где это станет неразумно, где прервется и собьет с толку и вытолкнет нас из зоны комфорта. И тут мы говорим, о нет, что же теперь? О нет, что же теперь? Божий способ справиться со злом в мире – это чтобы верность и вера, которые прерывали и сбивали с толку, были равноценными прерывающими и нарушающими силами зла. И человечество, которое впустило зло в мир, сейчас станет частью решения, в котором человек Иисус с верными людьми, которые следуют за Ним, прерывающей верой, верой, которая сбивает с толку, готовой сейчас обратно выгнать зло из этого мира. Вопрос становится простым – будем ли мы послушны? Будем ли мы следоваться Иисусом верно, независимо от того, куда Он нас призывает? Будем ли мы верно следовать с Иисусом? Смотрите, я уверен, что есть вещи в вашей жизни, точно как и в моей жизни, где вы знаете, Бог действительно говорил мне об этом. Но знаете, что происходит? Мы начинаем планировать и тайно размышлять, а, я не знаю, хорошо ли это, лучше сначала все изложить, и лучше выяснить стратегию, лучше убедиться, что у нас все в порядке. И все это время Иисус просто говорит, смотри, просто следуй за Мной, просто подчиняйся, следуй и доверяй, и знай, что Я добр. И смотри назад на этих людей, смотри назад на Авраама, он не просто какой-то старик, который жил давным-давно, он часть твоей истории. Евреям 12 глава нам говорит, что нас окружает целое облако свидетелей. Они свидетели. Сейчас наша очередь бежать этот этап гонки. И мы должны бежать с той же верой, с тем же послушанием, с которым они бежали. Итак, в чем Бог именно сейчас призывает тебя доверять Ему? В чем Бог призывает тебя в данный момент быть послушным Ему и практиковать веру? Где есть сферы в твоей жизни, о которых ты точно знаешь, и этого не избежать? Каждый день это дает знать о себе. Я знаю, что Бог меня к этому призывает. Я знаю, что Бог зовет. Я чувствую, что Бог об этом говорит мне, но я убегаю. Смотри, будь как Авраам, будь как Иисус, не будь как Иона. Слушай Бога. Перестань убегать. Ты говоришь, но это прервет. Не переживай. Это спивает с толку. Это окей. Бог будет с тобой. Бог будет с тобой. Аминь. Хорошо. Давайте помолимся. Мы просим молитвенную команду выйти вперед ради всех вас, кто нуждается в молитве. И когда я буду молиться, если вы вспомните что-то, о чем Бог действительно вам говорил, тогда выйдите вперед и пусть эти люди молятся с вами. Просто отдай Господу эти сферы в твоей жизни, в которых ты боишься доверять Ему. И просто скажи, я буду доверять тебе, несмотря на то, что я не знаю, каков будет итог, но я буду это делать, полагая всего лишь на одно – на то, что ты будешь со мной. Просто доверяй Ему. Господь Иисус, Ты надежный. Ты разбираешься в каждой сфере нашей жизни. Итак, Господь, мы просим, чтобы Ты увеличил нашу веру. Дай нам сильное ощущение твоего присутствия и твоей доброты к нам. Господь, действуй глубоко в нас, так, чтобы мы были готовы практиковать веру, которая неразумна, прерывающая, избивающая с толку. Не потому, что мы уверены в результате, а потому, что мы уверены, что Ты будешь с нами во время пути и Ты будешь с нами в конце. И мы молимся об этом во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Меня попросили сказать вам, что происходит что-то с названием «Соедини точки» на информационном столе. Когда вы туда пойдете, я не знаю, будут ли они давать вам ручки, чтобы рисовать или еще что-то. Какая-то игра с названием «Соедини точки». Так что идите туда. И хорошей вам недели. Аминь. 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 Аминь.